А, я слышала, о чем вы тут говорили. Хотите убить маму? Хорошая идея. Герои спектакля «Киллер Джо» далеки от раскольниковских терзаний. Американская трагедия с легкой руки драматурга Тресси Леце и режиссера Явора Гырдева превращается в комедию. Черную комедию в духе Квентина Тарантино. Эту историю болгарин Гырдев, известный своей шоковой постановкой «Метод Грион Хальма Правда», мог перенести на экран с таким-то опытом. В 2008-м его дебютный фильм «Дзифт» покорил жюри Московского кинофестиваля. Но зачем снимать новое криминальное чтиво, когда абсурдный трагифарс можно воплотить на сцене? Это, конечно, жесткий тип театра, но он допускает игру с такими моральными проблемами. Если трагедии принадлежат страхи и сострадания, уже по Аристотелю, то вот здесь есть такая радикальная нелепость обстоятельств и радикальная нелепость характеров, которые встречаются с этим страхом и состраданием, и получается другой новый такой синтетический жанр. Явор Гырдев и Театр нации знакомят публику с тем, что в Америке называют «in your face», «тебе в лицо». Театральным движением, самым ярким представителем которого и является Тресси Лец. Лауреат Пуллицеровской премии, драматург, страшно модный в Америке, а в России пока малоизвестный. Пьесы Леца с их намеренно грубым изображением жизни, маленькими, совсем не героическими героями, заставляют зрителя размышлять, содрогаться от ужаса и хохотать. Она у меня украла две мусы и коксы. Че ты говоришь, а? Мамаша родная подсуропила мне! Там все грехи мира собраны в одно. В этом сложность пьесы, что, быть может, мы пока еще не понимаем всех слоев, те, которые в ней заложены. А на поверхности лежит очень много простых и известных всем вещей. Алчность, любовь, желание власти, я не знаю, что убийство, прелюбодействие, все что угодно. Мать застраховывает жизнь на 50 тысяч долларов. Сын ради этих денег нанимает сурового киллера Джо. Но в киллера влюбляется дочь. Моя мама тоже пыталась меня убить, когда я была маленькая. Однажды она чуть не задушила меня подушкой. Юлия Пересильд, которую недавно наградили премией «Белый слон» за роль в выдвинутом на Оскар-фильме «Край» в спектакле Гырдева «Главная героиня». Чтобы сыграть необремененную интеллектом непосредственную дотти, призналась Юлия, пришлось отключить мозг. Это было самое такое сложное, что, ну, как-то стереть опыт. Опыт, там, штампы восприятия. Вот, нужно реагировать с чистого листа, как реагируют дети. Впрочем, так ли невинна глупости? Могут ли раскаяться те, кто не осознает свою вину? Эти вопросы Явор Гырдев, философ по образованию, задает себе и зрителям. Дарья Ганиева, Игорь Бонтер и Денис Павлов. Вести.